Отходы человеческой деятельности наносят вред природе ежедневно. И если работу крупных предприятий контролируют надзорные органы, то уследить за каждым жителем нашей планеты невозможно. Меж тем, многие даже не задумываются о том, как правильно утилизировать те или иные предметы. В каждом доме и офисе есть устройства, работающие на батарейках. Но далеко не каждый из нас знает о том, что этот маленький элемент повседневности является особо опасным отходом и очень серьезно вредит окружающей среде. Но что же делать, когда батарейка исчерпала свой ресурс? Как ее правильно утилизировать? Батарейки, как и перезаряжаемые аккумуляторы, опасны для природы и человека. В зависимости от типа они могут содержать свинец, ртуть, цинк, никель и другие потенциально токсичные и тяжелые металлы. Выброшенные в мусорный бак батарейки оказываются в почве и заражают все, что в ней растет. Чтобы хоть немного помочь природе, нужно всего лишь отнести использованную батарейку в ближайший пункт сбора. Во многих магазинах можно встретить контейнер, где можно оставить использованный материал. Оттуда батарейки отправятся на переработку. Один из вариантов, что у нас распространено именно на территории Российской Федерации, это обычное дробление. Дробление и с помощью сепаратора идет разделение на компоненты. Соответственно, это графит, какие-либо соли, сами металлы отдельно. И это уже в последующую переработку. Вещества, полученные из батареек, во время переработки можно использовать повторно в разных отраслях. Такой способ позволяет уберечь природу от негативного воздействия с наибольшей выгодой для человека. Вы не представляете, какое количество граждан среди населения нашего города, региона и страны в целом готовы проявлять гражданскую ответственность в экологическом плане. Очень большое количество готовы у себя какое-то время это накапливать и потом надлежащим образом сдавать. Конечно, правильной утилизации батареек планету не спасти, но даже это сделает ее немного чище. И, возможно, это станет первым шагом на пути к правильному экологическому поведению, когда покупки складываются в тканевую или бумажную сумку. Из старых вещей делаются коврики, а пластиковые бутылки отправляются в специальный контейнер для переработки. Александра Гусева, Максим Гусев, Константин Головин. События.